Всем привет! Сегодня мы с вами будем рисовать ботаническую иллюстрацию. Меня зовут Ирина Шельменко, я скетчер-иллюстратор. И в принципе я рисую практически направление в скетче обширный от каких-то маленьких скетчей, интерьерных, архитектурных. Также я очень люблю рисовать ботанику. В принципе ботаника у нас определяется и бывает в скетче совершенно разной. Например, это может вообще быть какая-то стилизация, может быть и вот такие небольшие цветочки, вишни, да, то есть они узнаваемые. Это вроде как ботаническая иллюстрация, но она идет больше как скетч, как зарисовка, то есть это не та ботаника, которая, говорится, академическая какая-то ботаника. Сейчас я вам по мере сложности немножко покажу, потому что в принципе вот такие вот сюжеты, это в принципе какая-то такая скетч ботаника, да, дерево, сакуру, это все узнается. Это зарисовки больше, я бы так сказала. Есть более проработанные, допустим, сюжет более обширный, развернутый. Здесь у нас уже идет и ботаника как бы, и природные какие-то материалы, поэтому в принципе это тоже можно к ботанической иллюстрации отнести. Вот такие вот уже более проработанные, потом более реалистичные, это наши суккуленты, поэтому в принципе фона здесь нету, акцент на цветок, но в то же время она выполнена в такой скетч иллюстрации, есть имеется контур, какое-то оформление надписей. Вот, допустим, такая уже композиция суккулент, это также можно отнести к ботанической иллюстрации. Как бы чем сложнее, тем она приближена больше именно к той академической иллюстрации, да. Вот такой небольшой цветок, вообще нарисован с натуры прям, очень быстрый, это в принципе что ни на есть ботаника, но она довольно-таки такой быстрый скетч. Раньше, в принципе, также делали какие-то зарисовки растений, и потом уже переносили и прорабатывали более детально все предметы. Причем можно сделать проработку какой-то части, но при этом, допустим, цветка, листка и еще что-то, все остальное просто нарисовать контуром. А в дальнейшем уже за счет этих частей мы сможем сделать полноценную ботанику прям. Что касается более реалистичной ботаники, то это бы, наверное, отнеслось к вот таким вот уже. Вот как раз, в принципе, здесь не нужно перебирать полностью всю иллюстрацию, да, полностью делать ее в цвете. Я лишь сделала в цвете одну часть. Здесь вот, допустим, наша рябина, здесь она уже как раз-таки больше проработана, и она была взята с основы именно ботанической иллюстрации, такой проработанной. Пробуем, допустим, айва. Здесь уже намного проработана, здесь прям объемная-объемная. Все точечки, все какие-то мелкие детальки, это все видно, она более живая, то есть и более узнаваемый предмет. То есть, в принципе, в ботанике важно, да, чтобы это был цветок, тенья, очень узнаваемая. Сразу могли понять, что это за растение в виде иллюстрации. Сейчас мы с вами немножко посмотрим, что мы сможем сделать, да. Нам нужно посмотреть, что мы сможем рисовать нашими маркерами. У меня будет довольно-таки ограниченная палитра, но наш цветок, в принципе, также имеет не такое большое количество. Мы сейчас с вами посмотрим, что нам нужны будут какие-то бледно-розовые, сиреневатые оттенки. Я буду работать с маркерами как и с наконечником таким вот тонким, так и с наконечником кисть. Конечно, при более реалистичном рисунке будет больше цент на, именно чтобы наконечник был браш, потому что можно сделать более какие-то вот такие вот плавные линии. Прием у нас будет такой, что мы, допустим, будем заливку делать и по сырому будем делать контур. Я сейчас попробую просто яркие акценты такие сделать, да. То есть у нас будут такие вот контуры. Будем стараться это все размывать более какими-то светлыми. Советую вам сначала посмотреть вашу гамму, какая она у вас, к примеру, да. У нас будут такие линии. Сейчас, когда уже на рисунке будем это делать, это будет, естественно, более... Цветовая гамма будет более подобрана в точности к нашему цветочку. Так, и R22 у нас будет присутствовать. Выкраску нужно обязательно сделать той бумаги, на которой вы будете рисовать. Так, R45. Это будут в основном розовые оттенки, немножко желтого. То есть нужно рассмотреть, во-первых, наш цветок. Я его вот так вот вытащу. Орхидея в такой колбочке хранится больше, чем неделя. Мы будем рисовать самую палочку. То есть вот здесь вот нужно заметить, что очень-очень темный контур. Желтые тычинки там, да. Бледно-желтый такой вот у нее как бы ротик. То есть нужно ее рассмотреть очень внимательно. Для этого я еще дополнительно делаю фотографию с разных ракурсов. Вот, допустим, такую фотографию я сделала. Потом я могу перенести либо на печать. Допустим, у меня сейчас будет лист черно-белый. Но буду делать в увеличенном масштабе. Очень важно ботанику рисовать подробно. И в данном случае я буду использовать максимальный масштаб. И даже ее преувеличу. За счет этого мы сможем показать все наши структуры, полоски. И в принципе, чем больше будет наш рисунок, тем он будет более реалистичным и похож на наш цветок живым. Постараюсь нарисовать его прям живым. Ну что, приступим. Можем оставить для пробы наши листики. Я буду рисовать на бумаге 220 грамм. Для ботаники, для меня эта бумага самая то. Цветок я оставлю возле себя. Чем очень хорошо ботанику рисовать с натуры, тем, что при рисовании с натуры у нас, получается, мы можем в любой момент потрогать, посмотреть, увидеть все какие-то шероховатости, которые при даже самой фотографии, при самой качественной, бывает очень видно ее, но не настолько прям реалистично. И у вас есть возможность использовать именно такой вариант. Я сегодня буду небольшой эксперимент делать. Буду рисовать карандашом. В принципе, это не аппарельный карандаш, это просто цветной карандаш. Бледно-розового цвета. И вот примерно такой, наверное, холодноватый оттенок. И желательно очень хорошо его наточить. Точилка рядышком. И потом уже поверх этого карандаша, то есть не использовать какой-то контур, он немножко нам усугубит, да, сделает иллюстрацию немножко грубоватой, мы постараемся сделать ее более нежный цветок. Наши орхидеи довольно-таки нежные и наметим таким цветом. Приступим от центра нашего цветка. То есть у нас где-то здесь будет проходить сама часть, вот эта верхушечка, вот эта шапочка. Она маленькие крупная. Где-то здесь и в этой части. Смотрите, наш цветок. Очень стараемся не давить карандаш. Я постараюсь поярче сделать, чтобы он было больше видно на самом деле. Сам лист, цветочек, он немножко такой волнистый, да, вот этот вот центр. То есть мы сразу примерно его вот так вот наметили. По середине у нас такой будет яркий акцент, узор. Мы его также проходим и намечаем. Я люблю очень тонким карандашом работать. Потом периодически постоянно подтачиваю. При рисовании потом дальнейшими маркерами, да, наш цветочек, наш карандаш, он практически пропадет. Создаем сейчас вот этот вот контур. Так, вот здесь в центре у нас будут тычинки. Здесь раскрытие нашего цветочка и будет углубление. Нам сейчас можно, как можно более так детально проработать, потому что потом, когда мы начнем в цвете, мы будем пользоваться вот этими всеми нашими построениями, линиями строений. Волнистость добавлю. Далее я рисую опять наш узор цветка. Он будет темный. Опять же, смотрите, если цветок заворачивается, этот узор, он тоже туда, вглубь уйдет. Старайтесь это все просмотреть, проглядеть. И всегда рисуя с натуры, либо с фотографией, внимательно наблюдайте за каждым изломом, за каждой деталькой цветочка. Тем самым будет более реалистичный ваш цветок, либо вообще рисунок. Если у вас нет возможности рисовать с натуры, очень важно, здесь вот я добавлю захлест, очень важно использовать очень качественное фото, чтобы можно было, во-первых, освещенный предмет, освещенный цветок, в зависимости, что вы рисуете. И также, чтобы качество фотографии могло передать детальки, все, которые имеют цветок, либо опять же какой-то предмет. Чаще всего это приложения какие-то используются. Порой даже не означает, ты можешь найти фотографию профиля какого-то фотографа. Но в том случае, если вы используете чужую фотографию, желательно отметить, либо посоветоваться в использовании этого фотографии. Вот в этой части у нас немножко такое... Цветок уходит туда. Кстати, карандаш, если что, цветной, можно также стирать. Главное, если вы не давили на него, он хорошо стрется. И если он довольно-таки мягкий. Вот здесь я показала прожилины уже внутри цветка. Именно в углублении. Туда у нас углубление пойдет темненький. Если вы видите, что что-то вам проще будет в маркерами сделать, вы можете полностью проработку такую не делать. Мне, допустим, очень важно создать вот этот контур, чтобы я не увлеклась и не забыла что-то там дорисовать. Ну, к примеру, здесь я вот намечаю просто пятнышки. Дальше у нас вот эти пятна, они у нас... Часть какая-то темная, а часть какая-то светлая. Так, и намечаю уже от нашего центра наши лепестки. Лепесток, он не имеет какую-то простую форму. Ну, к примеру, да, вот просто вот так нарисуете и все. Она у нас идет вот так, там где-то там сгинается, где-то ровно. То есть посмотрите очень внимательно на фотографию, либо натуру, как проходит этот листочек. То есть он такой волнистый немножко. Мы стараемся это все изобразить. Сначала намечаем лепестки. А потом уже будем рассматривать прожили, на которые там будут идти. Так. Этот лепесток у нас тоже довольно-таки волнистый. Так, вот здесь вот слегка сужается. К кончику лепесточек, вот он сужается у нас. Он закругляется. Он немножко переворачивается, и нам эту часть видно, поэтому делаем вот примерно вот такой вот эффект. Далее более такие большие лепестки прям здесь. И ход. Постоянно смотрю на натуру, на фотографию, с чего вы там рисуете. Также обязательно смотрите. Так. И еще один большой лепесток. Здесь вот у нас будет ушко нашего цветочка. Он как раз разбавит такой зелень, будет интересно. Делаем последний лепесточек. Кончик такой более остренький. Кончики, они прям светленькие. А к внутренней части они будут утемняться чуть-чуть. Сейчас мы с вами разберем именно форму. Как она пойдет уже в цвете. Осталось нам наметить наши прожилины вот эти. Я их сразу намечаю легким таким вот рисунком, контуром. За счет прожилин мы можем также показать изгибы наших лепестков. То есть он не просто там так джук и все, палка, да? У нас идет именно изгиб лепестка. Плавный такой переход. За счет этого мы также потом в цвете эту форму будем прорабатывать. Так. Здесь довольно-таки прямой. А вот здесь уже пойдет прям изгиб-изгиб. Здесь даже еще в большей степени. Даже немножко неправильно. Вот так вот прям. Так. Далее. Я сначала делаю центр лепестка, да? Центральный именно вот этот контур. Прожили на центральную. А дальше от нее уже делаю стальные. Здесь у нас тоже заворачивается. Сюда не мог. Так. И Следующая. Прожили, но она у нас такая будет больше. Плотная. Сюда. Здесь у нас цветок наш немножко, лепесток заворачивается. Наши извилины также пойдут вот отсюда. Это тоже желательно все указать. Ботаника сама по себе очень сложная, если мы говорим о более такой реалистичности, да? Порой даже количество времени занимает очень большое. Даже один цветочек. В принципе, мы наметили. Сейчас вот здесь вот намечу еще. Потом эти прожили, но мы более ярко выраженно сделаем в цвете. Возможно, также карандашом. Здесь у нас будут какие-то падающие тени от нашего цветочка. При желании вы их можете отметить, чтобы потом в цвете вам было легче видеть их и не забыть. Так, это туда уйдет. И начнем работу в цвете. Возьмем какой-нибудь бледный розовый. Обязательно мы делаем выкраски той бумаги, которую мы рисуем. Есть на сайте скетчмаркеров вот такая вот таблица. Вы можете скачать и спокойно распечатать на ту бумагу, которую вы используете в рисунке. Допустим, там колоркопик, вплоть даже до той же бумаги скетчмаркер. Чтобы вам пробовать, как она ведет себя, какой цвет показывает себя на данном листке. Я обязательно всегда и всем рекомендую делать выкраску на той бумаге, которую вы рисуете. Поэтому я начну с оттенка R63, наверное. Сейчас я посмотрю. Еще один оттенок не могу найти. Это будет, скорее всего, V63. Давайте мы начнем с серединки, с центра. Чтобы от центра нам понять, какие там оттенки использовать. Потому что у нас, допустим, здесь такие ярко-желтые оттенки. Мы их сейчас разберем. Я прямо с них и начну. Наши вот эти вот тычинки, мы их сейчас наметим таким. Сначала бледновато-желтым. Я их сразу отмечу на своем листке. Скорее всего, вот так вот буду вести палитру. Это у нас E23. У нас вот здесь вот в середине тоже такие желтые. Смотрите, то, что у нас бордовое, мы можем сейчас сделать поверх желтым. Допустим, здесь все-таки бордовые точки. А потом уже будем прорабатывать вверху. Учитывая, что бордовый он темный цвет такой, мы сможем спокойно сверху его нанести. Так, следующий оттенок я беру бледно-желтый. Это у нас White Yellow. Е34. Стараюсь прям, наверное, завести вот так вот весь цветочек. Практически это весь цвет наш, да, желтый. И сейчас попробую еще E95 все-таки сделать. Более такой теплый цвет. Опять же, мы можем спокойно заходить за бордовый, как то, что мы намесили уже. Не забывайте, что маркер сначала он такой темноватый, а при высыхании он у нас светлеет, либо приобретает тот оттенок, который он есть. Особенно это касается светлых цветов, бледных каких-нибудь там, бледно-бледно-розовый, бледно-желтый. Его практически не заметно. И при высыхании он сейчас у нас проявится. Пока у нас влажный лист бумаги, мы спокойно можем смешивать оттенки, добавлять еще какой-то цвет. То есть я сейчас работаю тремя. Последний это был E95. То есть тремя желтыми я сейчас создаю вот эту вот серединку. Следующий оттенок я возьму уже розовый. Сначала возьму какой-нибудь такой бледноватый. Это будет R63. Чтобы отметить, где у нас будет проходить именно светлая часть розового. Очень нежно нужно работать с цветком. Потому что лучше сделать сначала бледновато, а потом уже утемнять постепенно, поэтапно. Также очень важно посмотреть, какая у вас бумага, насколько она сможет использовать, чтобы на ней использовалось большое количество слоев. У нас, в принципе, их не так много, но тем не менее вы также за этим следите. Возможно, для какой-то бумаги следует взять сразу более какой-то темный оттенок. Там дальше у нас пойдет узор. Его я пока не трогаю. Где-то у нас края будут перетекать бордового именно с этим розовым. Бледненьким. И нужно нам сейчас взять более какой-то такой яркий либо R22, либо R45. Сейчас мы глянем. Цветовую гамму рассматривайте, основываясь на ваш цветок. Вы можете брать приближенные оттенки, не обязательно прям-прямо в точности. Сейчас я решила, что я возьму R22. У нас орхидея, она немножко такая сиреневатая, даже какой-то оттенок розово-сиреневый. Но я основываюсь, опять же, на нашу цветовую палитру, которая у меня имеется. Поэтому у меня нет такого А, у меня такого цвета нет. Понятное дело, если у вас нет красного, вы его не замените. Но когда у вас есть какие-то другие оттенки, вы прекрасно это сможете заменить каким-то более похожим на этот оттенок. Дальше я делаю вот этот вот контур более светлый в нашей орхидее. Точнее, это даже не то, что более светлый, это более такой темный по сравнению с тем, но более светлый по сравнению с темным. Сейчас помечу, что это R22. Увлекаюсь в рисование и забываю вам написать. Так, вот здесь вот я оставляю промежуток светлый. Прям такой контур чуть ли не белый, да, оставляю вот этот вот, то, что у меня бледно-розовый. И дальше начинаю только тогда рисунок сам, вот этот цветка. Это опять же я из наблюдения, я смотрю, как идет все это вот цветочка нашего. Вот так. И вот здесь у нас также пойдет светлая часть. Так. Это мы можем сразу сделать заливку. Вы можете не заливать, а сделать это темным. Так. Ну, мне проще и интереснее даже. У нас такая под основу будет, под цветок. Бледно-розовая. Вот эти прожилки нам, либо карандашом, если у вас нет тонкого браша в этом данном цвете, можно использовать какой-нибудь цветной карандаш. Так. Здесь у нас листочек заворачивается, и здесь примерно та же история. Я оставляю часть светлой. Беленькая. Потом она у нас будет ярко выражена. Так. Вот здесь вот так же бледная я пока... А, нет. Здесь бледная, как раз она у нас бледная, наш цвет. А вот здесь по краям я оставила. Так. И вот это все мы заливаем. Так. Здесь наш темный. Я пока просто залью. Так. Смотрите. Насчет прожили. Так. У меня есть яркий Р-81. Это он будет слишком яркий. То есть, если нам нужны какие-то тонкие линии вот такие, вот, конечно, в идеале это будет именно прожили нарисовано брашем. Я ее могу, в принципе, сделать... Ой, я так взяла. Сейчас. Какие-то таким вот. Сейчас попробую. У меня получается даже тонким, тонкой частью именно маркера без браша сделать такие вот прожилинки. Но я их слегка намечаю. И, в принципе, у меня... Вы можете это сделать предыдущим цветом, но у меня почему-то данная часть потолще, чем у этого маркера. Поэтому я использую вот такой вот. Это у нас будет R-92. Он, как видите, он такой уже с красноватым немножко оттенком, но нам это не помешает. R-92. Так, и вот здесь наша шапочка. Тоже ее нужно выделить розовым оттенком. Туда будет у нас углубление, это мы уже темным цветом сделаем. Потом так. Делаем дальше вот эти вот прожилинки. Много таких вот точечек движений, когда уже начинаешь искать форму, начинаешь искать, куда эти прожилинки идут. Так, дальше мы возьмем, попробуем сделать более темные оттенки. R-31. Так, взять еще какой-нибудь более бордовый все-таки. Да, то есть у нас получается вот в ходе бывает даже работы я ищу оттенок. Так, R-70 и R-70. Так. Думаю, это будет он. Прям такой темный, ярко насыщенный. можно попробовать его помещать с R-31 и делать вот этот плавный переход по краю к нашему предыдущему цвету. Так, сейчас я добавляю, значит, это у нас R-70 и R-31. Так, R-70 и R-31. И дальше я веду работу тонким кончиком. Не забываю про то место, где я оставила белым. у нас краем будет такой прям темный. А дальше он будет с R-31 смешиваться. сильно не нужно делать много волн. Я смотрю, у меня чуть-чуть больше волн, чем я планировала. Так. так. У кого есть посветлее, чем R-70, можно его использовать. Так. и R-31 я также делаю эти рисунки, а поверх уже так, вот сюда еще заведу. То есть в ботанике каждый там вообще сгиб, точечка, он очень важен. Также важно и видеть форму. Так. сейчас мы здесь также разбавим край. В глубину добавлю наш бордовый. Оттуда уже R-31 выведу. То есть я уже делаю глубину форму прорабатываю немножко. Здесь вот у шапочки легкий-легкий контур делаю бордовым и слегка нашим R-31 прорабатываю. Так. дальше дальше усики туда опять у нас уйдет темно-бордовым прям в глубину. Так. и более светленьким мы вытащим ее как бы. Где-то нам нужен контур, а где-то наоборот очень-очень такой плавный переход. к краям цветочка я вот сюда добавлю яркого R-31 и возьму предыдущий наш R-63. Так, R-63 и растушую этот кончик, чтобы он не был таким прям резким. Даже не R-63, а R-22 надо. Да. Тоже у нас немножко вот эта часть, она как-то там заворачивается. мы тем самым показываем такой объем. Так. И пошли по другой стороне, темно-бордовым нашим. Делаем практически то же самое. Чуть-чуть оставляя контур беленьким, потому что у нас у цветочка то же самое, вот здесь вот контур белый. Если вы забыли его, не переживайте, его в принципе потом можно будет сделать белой гелевой. Но в данном случае, в Ботанике, наверное, так сказала, более эффектнее оставить этот контур. Так. Сюда я еще уведу тоже. Они немножко симметричные, но сам рисунок все равно разный. Симметрично загиб вот этот вот. Постоянно туда идет смешивание, чтобы у меня был более плавный такой переход от одного цвета к другому. Так, и сейчас доделаю опять рисунок наш. Как раз мы можем его спокойно сверху нашего желтого сделать. Дальше я бы хотела углубить и можно взять какой-нибудь такой холодный оттенок, попробовать. Сейчас посмотрим, на сколько он у нас пойдет. Да, можно прям им вот эту часть углубить. Можно какой-то сереневатый оттенок, посмотрите. Допустим, я голубой сюда положу. И его же сюда куда-нибудь. Так. Так, так, так. Его 23. Его 23, наверное, возьмем. чтобы еще туда прям в углубь наш цветочек ушел. Мы будем, смотрите, использовать В23 и В64. Потом же мы эти оттеночки будем использовать и при форме лепестков. В23 и В64. Такой вот холодный оттенок. Холодно-теплый, я бы так даже сказала, чтобы нам туда увести. Смотрите осторожно, на моей бумаге при смешивании светлого уже с темным немножко размазывается. Так, туда еще углубим. Пока В64 и В23 мы растушуем. Дальше мы потом еще тень, наверное, сделаем. Для этого нам понадобится еще более холодный, но там, я думаю, будет серый оттенок. Попробуем взять серый холодный оттенок. Это будет CG3. Сейчас просмотрим. Нет, можем еще ярче взять. CG4. Насыщеннее. Да. И смотрите, серый, когда он ложится на розовый, он у нас и получается немножко таким сереневатым. Так, серые оттенки я вот сюда сделаю. CG4. И вот в эти углубления я также добавлю серый CG4. Но смотреть, чтобы немного его было. Так. Переход сделаю в В23. Немножко такой пока декоративный у нас листок и цветок получается. Так. И возьмем R70 и продолжим наш рисунок. Как раз он сейчас такой расплывчатый будет. Пока влажный маркер на моей бумаге, он расплывается. Утемнять пока больше не будем. Продолжаем здесь рисунок и контур. Он нам слегка передает. И R31. Слегка продолжим. И у нас был R22. Мы вот сюда его еще сделаем. Такая вот небольшая тень все-таки получается. Так. Сейчас прожили, но мы пока не трогаем. И возьмем бледно-бледно, который у нас 63, чуть-чуть загладим вот этот вот переход. Так. Приступим к нашим лепесткам. Я думаю, начнем мы с... Я бы даже взяла... Какой-нибудь такой вот... Сейчас попробую. Да. Я возьму R115. У него, в принципе, вообще не видно. Смотрите, чтобы у нас не было такого прям красного оттенка. Но у нас вот эта часть, она, в принципе, такая холодноватая. Поэтому лучше какой-то взять более холодный оттенок. Сейчас посмотрим в R23. Нет, это будет сильно. Так. Мы продолжим, наверное, в R115. Добавим его сюда. И плавную таки прям заливку сделаем полностью лепесточком. Я сейчас делаю наконечником браш. Лепестки вообще идеально таким наконечником, конечно, делать. Так, это все красные оттенки. Так, сейчас возьмем B63. И начнем работать с формой. В принципе, можно ее также добавить поверх. У нас получилась такая теплая основа. Сейчас я напишу, что я использовала. R115. Так, и теперь мы добавим B23, наверное. Да, холодненького такого. На наш изгиб. И еще более насыщенно у нас будет R22. Мы уже попробуем сделать сами прожилины. Так. Иссыщенности хочется больше. И я сделаю пошире вот эти прожилинки. Так. То, что к нашему краю мы сделаем прям нашим розам. Р22. Так. 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 попробуем на предыдущем R63 растушевать. Растушевать. То есть я постепенно набираю тон. Прожили нашего лепестка. Не хватает оттенка какой-то серневатости опять. Светлый. Я уже несколькими оттенками заработаю, если вы заметили. Стараюсь много цветов не использовать, чтобы не запутать и у нас был более такой единый цветочек. Так. В22 я использую, но в очень маленьком количестве. Так. И за счет уже V23 я начинаю делать какие-то вот эти изгибы лепестка. Видите, у меня сейчас еще не высохла краска и я могу прям вообще лужицу прям делать это. Это все из-за того, что очень плотная бумага. Но за счет этого я могу вот такие вот какие-то даже акварельные эффекты проводить. Так. Сейчас он у нас высохнет. И край я... Так. Этот пока... Продолжаем. Темный мы не будем делать. Здесь, я думаю, прожилину я сделаю в карандаше. Посмотрите, насколько у вас проработано. Я сейчас примеряю. Так. И сейчас мы сделаем послойно все то же самое с другими. И потом приступим к прожилинам. Так. То есть мы берем R63 и R115. Все наши лепесточки поэтапно проходим то же самое. И вот здесь мы посмотрим... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сюда Сейчас по объему мы начинаем искать, где у нас форма идет Так, сюда, заодно намечаем наши прожилины Так, и тень CG4 И CG3 растираем с широким наконечником Можно предыдущий розовый взять R63 и более плавный переход сделать. Так, сделаем нашу проживину. Сначала R22. И в дальнейшем мы сделаем нашу проживину нашим контуром, карандашиком, каким-то таким не сильно красным, с розовым оттенком каким-нибудь. От края цветка, точнее от глубины цветка у нас будут такие более насыщенные, и дальше они у нас так вот будут прерываться, эти линии. Здесь будет очень насыщенно, поэтому мы прям более насыщенное делаем. Старайтесь не переувеличить количество этих прожилин. Так, и эти прожилинки у нас пойдут вот так, от нее еще будет. То есть смотрим уже детально. Сюда забыли. Сделаем падающую тень. CG3 и возьмем CG1 для начала. Наметим, где она пойдет. Тем самым наш цветочек сейчас немножко выйдет на передний план. Тень сильно растушевывается, да, сначала мы лучше сделаем бледным, а потом уже более ярким. Наметим, где она у нас идет. Так, и вот здесь у нас будет зеленый стручок наш. И видно, что нам явно нужно вот эти вот тени будет углублять. Значит CG4. И здесь уже не такая тень. Если заметили, смешиваются у нас оттенки. Вот этот розовый, он переходит и в тень даже немножко. Так, сюда CG4 добавим. Сюда. Так, и растушуем обязательно CG1. И нам нужно будет утемнять нашу тень еще. Возьмем еще темнее оттенок. И вот здесь вообще нам нужно, возможно, блендом уберем вот эту вот слегка тень на нет. Так, и добавим к работе CG5. Да. Причем его можно использовать вот так вот. И от наших лепесточков друг на дружку тоже вот так впадает тень, поэтому мы ее вот сюда CG5 показываем, а CG4 растушевываем. Уже много слоев, стараемся очень осторожно наносить. Здесь у нас такой изгиб, я его хочу ввести в глубь. Так, и все-таки нам CG5 нужно чуть-чуть более темный оттенок. Мы его сделаем контурным карандашом уже. Так, у нас тень будет темная только вот в этих двух частях. И растушевываем CG4. А дальше лучше CG1 растушевать. Так, и вот здесь вот не забудьте сделать еще тень. И вот здесь совсем чуть-чуть будет. Так, и вот эта часть у нас также идет. Тень еще CG4 я добавляю. Так, сделаем наш стебелек. Он у нас... Сейчас добавим. Значит, у нас был CG1, CG3 и CG5. Все серо-холодное оттенок. Так, с тенями мы заканчиваем. CG3 еще плавно вот этот переход загнем. CG5 писток и обязательно растушуем V23. Вот эта вот часть завернулась. Так, и оставляем. Дальше делаем стебелек. Возьмем, во-первых, наш желтый E34. Начнем. Дальше возьмем какой-нибудь по зеленее, но посветлее G33. Угу. Прям сделаем полностью сейчас. Смешаем. Он к концу, стебелек будет более темный. И сейчас мы желтый добавим на наши кусики. Сюда. Сюда. Желтый у нас будет E30. То есть у нас E30 добавился. Добавился G33. Так. G33 и E30. Так. И возьмем еще темнее. Это будет G20. Самый кончик. Допустим его сюда. И G33 разотрем. Можно еще окра какой-нибудь туда добавить, типа E60. Более сложный такой оттенок получится. И делаем объем нашего... Ой, ой, делаем тень от нашего стебелька. Так. Это у нас будет E60. И мы добавили E60. Так. И теперь делаем падающую тень от нашего стебелька. Там она у нас намечена. Мы усиливаем CG3 и к самому контуру CG5. Сюда я добавлю CG5 и CG3 чуть-чуть разотру. Даже возьму CG3. Так. Серенький CG1. Так. Разотру здесь и разотру сюда. Так. И добавим сейчас контур карандашом и контур ручкой добавим детальки. Сейчас мы... Смотрите. То есть мы прям такие вот как раз то, что мы могли бы сделать в начале лейнером, к примеру. Я сейчас сделаю это все карандашом. Он не такой насыщенный будет. И сделаю именно в тех местах, где требуется это. Так. Вот здесь у нас прям будет край светлый. И возьму наш контур, который мы прожили наделаем. И прям сделаем как раз таки центр, да, на том, на чем начинали. Мы его приукрашаем. Работаю сейчас то есть карандашами. Темно-коричневым, темно-каким-то серым. Какой у вас есть. Так. И опять белый. Здесь я вижу сразу чуть-чуть добавлю подущий тень. Вот нашего листочка. И разотру его с NG1. Либо можно взять R115 даже растереть. Вот так вот. Сильно контура много я не буду делать. Сделаю вот так же, где у нас тень. Где она требуется, да, у нас. И сочетаю темный с красным. С таким красно-холодным. В тени я точно там нужно темный сделать. От тени, да, я пускаю такую темную немножко прожилину. Сюда я ее пущу. Еще сделаю ярче. Чтобы видно было. То есть мы делаем вот этот центр акцент. Сюда нам чуть-чуть не хватает. Еле-еле. Можно каких-то точечек пустить. прожилиной той же белой ручкой сделать гелевой. У кого нет гелевой, может попробовать карандашом. Но гелевая ручка она даст больше вот этого контура яркого. Так. Сюда контур. Именно. И в принципе можно на этом закончить. При желании вы можете тальки еще там подобавлять. Я вот сюда сделаю еще один. Тень. И все. И cg1 всегда растушевывайте вот эту вот тень падающую, чтобы не было обрывистых каких-то. Не обязательно прям все вырисовывать. В принципе на этом достаточно. Сейчас вот в этом контур еще добавлю. Все. На этом мы закончили наш урок. Пробуйте. Представляйте свои работы. Отключайте. Ждем. Ждем.